Говоря о военных проблемах, я считаю, что сегодня исторический день. Сегодня президент внес изменения в доктрину, военную доктрину Республики Казахстан. У нас было несколько доктрин, и это такой долгосрочный документ, в пределах 5-7 лет, который существует, на который опирается вся дальнейшая наша военная система, существующая в государстве. И вот впервые в этой доктрине, что для меня, допустим, было очень, скажем так, воодушевило меня в том, что мы реально перестраиваемся и понимаем, что такое военная безопасность как таковая. Коротко, очень коротко, как это? Внесены изменения. Вот впервые сказано, допустим, о пограничных войсках. Вы понимаете, детально расписано, чем занимаются пограничные войска. Впервые сказано детально о Носгвардии. Ну, давайте говорить о войне. У Росгвардии России работает в боевых действиях в Украине, ну, скажем так, довольно, ну, присутствует серьезно. О Носгвардии сказано, что это военный компонент, и о нем надо говорить в военной доктрине. То есть до этого таких вариантов не было. До этого это был гражданский компонент, в смысле решали гражданские вопросы. Да, мы до этого говорили как бы чисто об армии, о вооруженных силах. Вот впервые очень серьезно раскрыта кибербезопасность, информационная безопасность, которая возложена на военных в том числе. Извините, предэлекторальный период, это война прежде всего за души людей. И военные здесь компоненты исключать никак нельзя. Говоря о военных угрозах Казахстана, в любом государстве он всегда есть, он или латентный, или открытый. Он менее или более, но он присутствует, включая и для нас. Понимаете, мы даже предположить в прогнозах не могли, что между двумя государствами, нашими самыми близкими соседями по СССР, будет вот такие сегодняшние боевые действия, которые происходят в Украине сегодня. Ну, были цели доктрины, как этого достигнуть, в общем-то достигли. Нет, и вот сегодня, сегодня, и вы знаете, мне что, как бы особо хотел отметить, что не было написано новой доктрине, на базе старой доктрины. То есть Казахстан, сохраняя свою международную толерантность, восприимчивость, миролюбивость, вот прям в доктрине, прям черным по белому, крупными буквами, как бы золотыми, я бы вывел везде, что Казахстан не рассматривает ни одно государство в мире в качестве своего противника. То есть мы здесь позиционируем себя, как абсолютное мирное государство. С такой позиции хорошо заходить на выборы, правда? Не просто заходить. Любой кандидат это мимо не пройдет, иначе ему, скажем так, успех не гарантирован. И говоря о вооруженных силах, я бы очень не согласился и подискусировал с человеком, который в начале передачи сказал о том, что произошел раскол между военными там и населением и так далее. Вы знаете, в любой структуре есть люди, которые не соответствуют тому должности, на которой они находятся. Любая наша структура борется с этим. И говорить об отдельно взятых представителей вооруженных сил или других органов... Там, говорят, силовики в целом. Вы понимаете, силовики в целом это абсолютно преданные стране и народу людям. В личных беседах они говорят совершенно, но сейчас другое. Это говорят только, скажем так, обыватели, которые не знают наши иерархские задачи. Я про короткий вопрос, да? Да-да-да.